Добрый день, друзья! Видео о высокой четкости 4К Ультра-HD. Это у нас называется Кольцо на Россиянке. Чтобы ориентировались, откуда начинается сегодняшний видеосюжет. Чему он будет посвящен? Покажу хутор Красный, главную дорогу, и покажу верхнее Джимате, если получится до него доехать. Так как произошли такие вот события, говорят, что 20-го числа один из землевладельцев перекрыл дорогу, поставил забор, пересипал дорогу землей и сказал, что моя дорога, и действительно, дорога находится на его собственности. То есть сейчас есть ли там она, нету. Мы все с вами увидим в этом видео. То есть я так же, как и вы, еду туда впервые. Отсюда начинается у нас Чимбурга, с правой стороны Газпрому. 46, 99, 95, 92, 43, 10, 51 рубль у нас стоит соточка. И не увидел, к сожалению, почем стоит дизельное топливо. Простите меня, на видео в 4К, я думаю, можно будет разглядеть. Здесь вы видите, что вовсю идет ремонт дороги, идет небольшое расширение полотна дорожного. Так как у нас обещают еще и объезды в скором времени, появятся Анапы. То есть, и получится, вот сзади нас должно разгрузиться это кольцо, и оно должно стать без светофорным. По идее, без остановок должно идти движение. Как оно будет, увидим позже. И движение пойдет не прямо там, кстати, вот сзади на Россиянке, а по кругу. А здесь перед нами Чимбурское кольцо. Очень... Ну, как бы на нем загрузки я никогда не видел, чтобы пробки стояли. Слева спортивно-туристический комплекс Патриот. И мы с вами уходим по прямой. Здесь нас уступили дорогу, но мы не успеваем, в принципе, проехать, чтобы не уступать. Сама Чимбурка, она такой небольшой проселочек, который вот в правую сторону весь находится. Там вот 0 трассы, там есть один выезд из него. Там, грубо говоря, три улицы. Не знаю, может быть, конечно, сейчас уже большее развитие. Раньше, когда там был... Чем запомнился мне, вот мы, во время моего геодезиста, делали топосъемку у бабушки. Она говорит, у меня соседи по ночам забот переносят. Ну, как такое, может быть, угрызть. У меня то же самое говорят. Говорят, ну, вот смотрите, я раскопала фундамент. Ну, как у нее подвал на границе был с соседями. И соседский забор уже стоит посредине ее подвала. То есть, вот такие дела чудесные бывают у нас в Анапе. Из-за земли происходят. Все, чембурка закончилась. Направо у нас пошла, по-моему, заря. Если я не ошибаюсь, что я пропустил этот момент. Но могу ошибаться. И мы въезжаем. Вот здесь вот какой-то красный. Он сейчас по дороге. Вдоль дороги вытянулся. Здесь есть небольшой объезд. Иногда им пользуются, чтобы объехать, допустим, пробку, которая там стоит. Но не все машины проедут. Вот, и мы поедем с вами немного по другой дороге. Объезд, может быть, если кого-то заинтересует, сниму, ну, в другое время. Его там, кстати, тоже перекапывают часто очень. И там нужна машина такая высокая проходимость. Хотя, когда укатывают летом, то нормально. Все. Так, хутор красный. Я думаю, все, что можно о нем узнать, вы могли уже узнать. Хутор находится с левой стороны. С правой стороны дачное хозяйство. Что-то вы видите, что на даче совершенно не похоже. И здесь очень много домов. И вполне себе хорошо и комфортно живут люди. С левой стороны у нас находится Восток. Ресторан. Я там пару свадеб поделал. Эфир отсюда. И Вику снимал, как она там работала на оформлении. И фотографировала там очень часто. В общем, пользующиеся популярностью в Анапе. Заведение для мероприятий. Въезд в этот дачный поселок. Основной находится вот здесь сейчас направо. С левой стороны тут в Мачаре дома стоят. И даже он притопленный немножечко. Также вот тут с правой стороны где-то еще будет, вот, во-первых, смотрим, парикмахерская есть, магазинные. В принципе, здесь как бы есть инфраструктура. Налево здесь я точно знаю, что в Красном Хуторе есть по всему почту. Сейчас, подождите. Да-да. Повезите меня до остановки. Садитесь. Да без проблем вообще. Не до самой остановки, а где газы? Ну скажите, я не местный просто. Скажете, докуда я останавливаю. О, газы там, вверху трубы. А вот трубы где торчат. Все, понял, хорошо. Я туда еще пойду. У вас здесь есть школа, скажите? Или садик, или школа в поселке есть здесь что-нибудь такое? Не знаете? Школа, школа, садик. Вот где машина. Я понял. То есть вам туда надо... Дормачайте здесь. Вот здесь? Следующая. Вот эта, да? Ага. Дальше, дальше. А, дальше еще следующая машина. Вот возле той. Белый. Вообще его большое. Дай Бог здоровья. Останавливайте. Ой, тут еще идти далеко. Спасибо большое. Не знаю, что все хорошо. Дайте Бог здоровья вам доехать. Добрые дела, ребята. Иногда надо делать. Я рад, что сзади меня стоило очень много машин. Никто не посигналил. С бабушкой вышел на дорогу. Ладно, не остановиться, не спросить, что случилось. Ну, я не мог. У меня душа потом болела. Даже несмотря на то, что видео снимаю. Поэтому пускай будет так. Так, мы двигаемся дальше. Я вот честно... По-моему, там есть какое-то дошкольное заведение. Я могу ошибаться, но надеюсь, местные жители меня поправят. С левой стороны здесь вот есть пруд. На нем нет-нет. Можно что-то когда-то половить. Наверное. Хотя тоже могу ошибаться. Даже настроение. Сделал добрый поступок, ребят. Настроение-то поднялось. Вот просто вот... Вот так, слушай, что-то... Стоило остановиться, посадить бабушку, подвезти. Все. Делайте чаще тоже добрые поступки. Все будет хорошо. Пуд, кстати, смотрю, полный. Раньше он был более зачищенный. Подходы к нему были. Сейчас смотрю, подзарос. Точно знаю, что отделение почты есть в хуторе. Красно. И вы сами видите по домам, что развивается. Газ есть. Газ есть и на дачах. Газ есть и в хуторе. То есть, такое, в принципе, очень неплохое место. Единственное, тонкое место, это вот эта пробка, которая на выезде в Анапу. Все. То есть, если сделают объезд, то это решится и для жизни будет вполне себе неплохой поселок. Я просто еду в Близне. Основные улицы все знают, в принципе, очень хорошо. По названиям вас не сориентирую. Хотя это северная улица называется названием, но видео. Дороги ушатанные. По правде сказать. Ну и домики здесь стоят неплохие. Здесь нет, нет, даже домики под ключ. Сдаются люди, приезжают, снимают. Здесь что, до моря я хотела вам сейчас, за ним никого нету, для секунды вам покажу вид, ради которого сюда все приезжают, как бы этот поселок ценится вот именно отсюда. Так, смотрите. Чуть-чуть развернусь. Вон оно море, вон оно Анапа. То есть, понимаете, да? То есть, вид круче не придумаешь. Уже в Грязючку заехал. Ну, я понимал, подоеду, мощнее, чисто так, что все хорошо. Здесь я смотрю, вот видите, что через Красный какую-то дорогу, что ли, делают. Может быть, она как раз таки здесь и пройдет. И, возможно, мы в дальнейшем увидим как раз таки расширение. Смотрите. Знаки стоят. И направо уже уходит отсыпка. Дальше здесь все в том, что газ проходит. Ну, и пошла туда уже отсыпанная дорога. Не знаю, честно, куда она там идет. Ну, спереди вижу, работают машины. И там аэропортовский какой-то пункт есть. Вот здесь смотрите. Частная собственность охраняется законом. Свалка мусора запрещена. Ведется видео на блины. Производство транспорта разрешения. Телефон для справок. Вот он и есть. То есть, нашли первая частная собственность. Здесь написано. Здесь, я смотрю, уже заборчиком. Обносят потихонечку все. Да, вид воистину красивый. Сейчас еще раз я вам крутанусь. И там знак немножко помешал. Здесь, я думаю, вам смогу показать. Здесь какой-то тоже, типа, склад-не-склад находится. Долгий. И смотрите, этот вид в 4К. Просто вот представьте, иметь домик, да, и смотреть на эту красоту вот так вот. Восхитительно, мне кажется. Ну, я могу ошибаться, потому что кому-то что-то другое надо. Это не реклама, не подумайте. Пока по домикам у меня, к сожалению, мало информации. Может, даже найду кого-нибудь, кто будет рассказывать интересное что-нибудь. И мы смотрим тут все больше столбов. В общем, открывая кадастровую карту, начинаешь поражаться чудесам. Как кадастровые инженеры нарезали тут земельку. То есть, вот есть дорога. Немножко пришлось возвращаться. Оборвалась запись. Вот, что хотелось рассказать. Тут, смотрите, вот еще одна дорога. Что-то делается. Там раньше свалка была. Сейчас ее закрыли, законсервировали вот на горе. И именно из этой свалки эти места особо не ценились. Ну, если, как бы, ее закрыли. Ну, грунтовые воды, конечно же, здесь попорчены. Здесь ничего не сказать. То есть, я бы не советовал, да, там, пить из скважин водичку. Потому что, ближе свалки Анапской, ну, дает у себя. Закрыли ее, потому что у нас, якобы, в самолет попало в двигатель «Чайка». То есть, чтобы «Чайки» здесь не толпились, было принято решение ее закрыть. Сейчас там, говорили, работала какая-то сортировка мусора. Ну, и сортировка мусора тоже было принято решение перенести. Сейчас мусор из Анапы возят вообще в Абинск. И вернемся к кадастровым инженерам, которые не заметили асфальтовую дорогу. Да, понятно, что ее сейчас тут из-за того, что машины по ней катаются. Вот завозят грунт, там, строят объезд через Анапу и так далее. Ну, Анапы, точнее, не через А, а объезд Анапы. То дорога ушатывается. И тут разобраться, что это грунт, там, и расслабить, конечно, сложно. Но в том, в те времена, когда делаясь на резках этих участков, заметить это обстоятельство, я думаю, кощунственно. И мы получаем, что, что получаем, что часть участков, точнее, дорога находится в некоторых паях. Это является чьей-то частной собственностью. Не важно, что человек на ней, деятельность какую будет развивать. То есть, ну, это его земля, зачем? Чтобы по ней кто-то ездил, да? Ну, это должны вопросы решать теперь наши власти, наши органы управления, мапы там и так далее. Я очень надеюсь, что мы этот забор не найдем, что, ну, прошел уже 7 дней, 7, 27 февраля. За этот срок был убран этот забор. По крайней мере, я буду на это надеяться, и надеюсь, что мы сегодня расстроимся, и просто получим хорошую, интересную экскурсию. Видите, что тут мусор валяется, местами выкидывают, нерадивые, так сказать, люди. И он даже впереди. Можем сейчас увидеть. Кто-то просто ехал, посмотрел по сторонам, никого нету, разгрузился, и все. То есть, чтобы на свалку довезти, Лобинск, можно, обедем, здесь на поле разгружаться. Но машина едет, значит, уже хорошо, докуда-то мы доехать сможем. Вот как вам такой вариант? Неплохо, да? Просто начали отсыпать, я так понимаю, здесь тоже кто-то участки выделил, дорогу, и на этой дороге сверху начали мусор высыпать. Грустное зрелище. Я не понимаю тех людей, кто это делает. Ну, ладно, оставим на откуп. Послушаю вас в комментариях за все, за то, что происходит здесь. Я, на самом деле, в шоке. Вот столько всего сейчас тут вижу. Тут просто была совершенно другая дорога. Там были на ней ямки чуть-чуть, но ехать можно было, в принципе, вполне спокойно. Здесь мы видим впереди, что тоже ведется застройка. Домики строят. У меня, кстати, один из знакомых эти домики строят. В этих домиках я делал в паре, в тройке даже из этих домиков делал бетонные лестницы. Можно, кстати, увидеться, показать вам свою работу, что там было сделано интересного. Посмотрим, как здесь ляжет. О, а здесь вообще, смотрите, то есть ФС-ки появляются уже на дороге. Прямо на дороге, то есть, ну, прям по центру. Видим, что с левой стороны идет стройка. Даже приближе, чтобы разглядеть получше. Ну, и справа мы будем сейчас пытаться их объехать. Я не представляю, как бы тут, допустим, кто-то ехал на легковой. То есть, вы понимаете, да, что это за столбики, для чего не стоят. То есть, тут прям по дороге устанавливают забор. То есть, это чья-то там земля. Тут было раньше ферма, по-моему, МТФ была, если не ошибаюсь, с левой стороны. И сейчас здесь вот, вот, то, что видим, отгорашивается. Кто делал вот эти границы, участки? Вы просто большущие молодцы. Я даже, кстати, не могу понять сейчас, какую сторону все-таки здесь. Огорожено, загорожено, и как мы там будем двигаться дальше. Но мы будем пытаться прорываться, ребят. Видео будет долгим, надеюсь, интересно. Я думаю, много моментов радости, так сказать, принесет. Представляете, вот тут кто-то заехал в поле, наверное, и очумел от того, что туда заехал. Разворачивались, может, там еще что. То есть, понимаете, то есть, вот дорога была дорога. По идее, тут прямо был проезд, мы сейчас попробуем поехать прямо. Потом будем уже искать какие-то, изыскивать другие варианты, что поспрашиваем людей. А, ну, собственно, мы нашли. То есть, вот она дорога закончилась. Серьезно? То есть, налево мы повернуть не можем. То есть, все, вот мы приехали. Как вот такой вот вариант развития событий. Сейчас сходим посмотрим. Вот, по-моему, вот в этом доме, нет, вот в этом доме, да, вот в этом доме я делал лестницу винтовую наверх. И, по-моему, через этот дом, там в другом домике напротив тоже. Ну, что? Просто без комментариев, так сказать, данной ситуации. Я не знаю, я, по-моему, уже нахожусь на чьей-то земле. Я, как понимаю, вот эту ситуацию. Специально, чтобы здесь не проезжал никто уже, не смог. Нет, газ идет тоже. То есть, даже и газ засыпали. Газ наш, и мясо наш, и все наше. Вот так стоят фески. Просто там какие-то таблички. Я не с целью. А, подождите, то есть, вот она пошла, земля туда. Забор, 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 забор. Пошла туда. То есть, объехать. Вот, я вижу, что отсюда как-то объезжает. Но там перекрыто тоже фесками. Я, наверное, не проеду. Мне, кстати, интересно почитать, что-то там. Я попробую перелезть. Главное, не упасть. Лицом в грязь. Ой, говорите, сапоги стрёмные. А, то есть, вот, видите, от того значка до этого значка, это частная собственность, здесь ездить больше нельзя. Очень интересно. Вот вы видите, что тут много людей живет, и в ту сторону больше они проехать не могут. Ну, а здесь, что я говорил, посмотрите, вот эти виды. Просто шикарнейшие. Поэтому здесь люди покупали себе жилье, и им было тут, так сказать, хорошо и комфортно существовать. Ну, видите, здесь и газ появился. Не знаю, вот в эти строения он пришел или нет. Ну, вроде там кто-то живет. Пошел посмотреть по сторонам здесь. Нашел ГУПК называется. Это пункт геодезический. Как раз вот здесь находятся такими столбиками. Они помечены. И, собственно, вид вокруг. Не знаю, честно, чьи заборы и кто их ставит. Но здесь вот и другой забор. Ну, возможно, кто-то в курсе увидит этот видеосюжет и нам расскажет. Так, мы попробуем отсюда теперь выбираться. Если не найдем другой дырки, то видео будет считаться законченным. Понимаю, ребят, донаты на мойку машины. Вы видели, на что оно похоже? Это жесть, конечно. Не знаю, почему вот такие вещи происходят. Воздухи странные падения. Должно быть такого, да, что бац, дорогу кто-то перегородил, дорога чья-то. Но мы видим в России, возможно, все. появление заборов новых. Машина тут плавает просто по этой грязи, которую развели. Попробуем поехать налево. Может, здесь где-то есть проезд, объезд этой ситуации. Сейчас будем узнавать, так сказать. Хотя здесь тоже, типа, частная территория, частный поселок. Видите, здесь шварбаум есть. И, возможно, вся карасна. Попробуем, пусть, в эту дырку засунуться. Вот, получается, насколько я помню, вот левый домик стоит и вот справа. Здесь все уже поменялось, выглядит совершенно по-другому. Но я не думаю, что люди ездят все как-то оттуда, да. Вот здесь, видите, тоже что-то ставили, чтобы не проезжали. То есть, ну, в итоге здесь разбили. То есть, это как-то сейчас на улице. Неужели мы нашли дырка для проезда? Ну, вот опять-таки, на какой машине здесь можно просочиться? То есть, если я на своей еду все отлично, то на легковых, я думаю, здесь особо делать нечего. Можно было проехать, допустим, прямо. Кстати, как-то раз вот тут впереди деревянный домик, чуть там за работой, не договорились. Но нам интересно вот сюда верните. Любят у нас люди с заборами все перегораживать. Сделали дорогу в объезд, да, там есть ваша семья там вокруг. Я не знаю, может там просто участок к участку, скорее всего, так и есть, да, там контактисты, поэтому вот так получилось. Ну, здесь просто взяли, говорю, все. Дорога наша больше не есть. Ну, в первую очередь, по-моему, неудобно вот с жителем этих же домов, которые там, построить, с которых я рассказывал, вот здесь люди делают деревянную загородку, не мусор собирают, чтобы собрать. Так, мы продолжаем наше движение, опять так получилось, что пришлось немножко возвращаться обратно. И мне вот в первую очередь кажется, что неудобно жителям вот того поселка там ездить. Люди, видите, нашли возможность объезда, но это все равно создало затруднения. Поставили забор, засыпали грунтом. Вопрос к администрации, доколе, да, такое станет возможно, нет альтернативных маршрутов, ничего. То есть, просто вот все, здесь тупик. Хотя эти дороги очень много лет. И почему ее нет в кадастре, вопрос к кадастровым инженерам, тем, кто выписывал эти участки, которые там вот выдавались, делились, дорога, асфальтовая дорога. То есть, это не просто грунтовка, которую где-то там, да, сделали, а вот именно асфальтовая дорога. Так, это верхняя джимоте, мы уже с вами находимся в нем. Здесь, это получается над ЖД вокзалом, отсюда можно также ходить на море. То есть, здесь отдыхают люди все спокойно. Пешком вообще напрямую перешли трассу, грубо говоря, там тротуар есть вдоль дороги и пошли на море в себя отдыхать. То есть, это, ну, несложно сделать, да. Также видим здесь, видите, лэп стоит большая. Не знаю, она городская, не городская, или она больше к ЖД. То есть, по-моему, городская, потому что на ЖД особо не было у нас никаких, как бы, электровозов и так далее. Это только сейчас электры к нам тянутся. С правой стороны тут какие-то тоже как предприятия или что-то такое Анапское находится. Я, честно, не знаю их названия. Если кто-то будет сведущ, то есть, напишите на какой минуте какое предприятие, что это называется. Он там даже, ларьки экскурсии стоят на территории, видно. То есть, ну, все предприятия, там, курортного бизнеса. В общем, можно сказать, дяди большие делают большие деньги дальше. Вот, мы видим уже спереди, прям, вот здесь и переход через ЖД пути, вот он впереди. То есть, вы спустились и пошли. И здесь же находится ЖД-станция. То есть, это уже отстойники наши. Если бы была обычная автомобильная дорога, конечно, земля здесь бы выросла гораздо больше и быстрее. Здесь вот находится очень интересное здание. Можете посмотреть, как возле него территория облагораживается. Оно очень старинное. Вонаписи получится развернуться, чтобы его показать. я попробую это сделать. Выглядит оно очень симпатично. Здесь видите, как-то эдивельку разрывали, колышков набили. Не знаю, что это будет. Может, тоже какой-нибудь раньше был завод, но сейчас что-то родовое поместье какое-то больше похоже. Мне прям интересно, дальше я смогу проехать или нет. Так, ну я все-таки, наверное, камеру сниму и покажу, просто как это выглядит, чтобы их видели. Смотрите, камнем вымощено. Такого вообще не видел там от Орел сверху. Кто знает, что это, кстати, тоже пишите в комментариях. Сколько раз ездил, всегда было интересно. То есть, забор крепостной такой. Не вижу там, к сожалению, что написано. Потом можно будет на видео посмотреть, какой адрес этого строения. Ну, и попробуем все-таки двигаться дальше. Будем надеяться, что получится. вот тут смотрим, поезда стоят, ЖД. Уже прям в отстойниках. И вот сам вокзал с левой стороны начинается. То есть, мы сейчас как раз-таки над ЖД вокзалом находимся. Какие-то коммуникации тянут. И вот отсюда еще есть подъезд, дорога. То есть, можно было не как я поехала сквозь поселок по грунтовке вот здесь проехать. То есть, дорога есть. И справа сверху у нас вот, деревья. Там еще кладбище находится. Верхний Умчиматэ. Не знаю, еще какие-то там поселки тоже хоросят. Может быть, Воскресенск. Потому что выезжать мы будем уже через Воскресенск. Также здесь есть, не знаю, к чему вот это что-то типа общежития, либо домика. Ну, тут люди живут, прям живут. Ну, как-то раз даже сюда заказы на такси были. То есть, представьте, там едешь. Ну, пока не представляете, то есть, я заезжал через другую сторону, посмотреть, прям, по концовке, просто, сколько надо было проехать. Я первый раз сюда как раз попал, когда он по деревянному домику там разговаривать, но с картон хотели у нас заказать. То есть, это вполне себя живое и с видом на ЖД вокзал, здания, в которых живут люди. Так, здесь сейчас мы будем проезжать через Воскресенско и вы увидите, ну, большое количество промзон, хотя, не через сам Воскресенско, может, как-нибудь надо и сделать и обзор Воскресенско, потому что многие по нему задают вопросы, что там, как там. Ну, мы сейчас будем здесь вот практически от каждый поворот с ворот это какой-нибудь там ЖБИ предприятие, то есть, на котором делают бетон, вот, которое справа у нас совершенно не исключение стоит РБУ, то есть, или как оно правильно называется, это приспособление, в которое бетономешалка засыпается, ингредиенты, да, которые потом перемешиваются. Также с левой стороны у нас сейчас будет здесь грузовой отстойник поездов в Анапе, где, ну, происходит разгрузка, погрузка всех наших грузов, которые тяжелые приезжают до там промышленного назначения, и, кстати, вот хорошо, что они выезжают где-то там в Воскресенске. Он продается, отмен земельного участка, то есть, здесь люди не особо хотят находиться, раз вовсю хотят его куда-то вспихнуть, так сказать. Но, тем не менее, развитие идет этого района, то есть, промышленный, ну, вот слева, можно сказать, лежит у рельса какая-то грязюка и вода. Вот тоже, видите, бетон, то есть, весь бетон, который по напитам заказывается, он едет откуда-нибудь в основном отсюда. Есть еще на самом, на самой Чимбурке, там пару предприятий, но основа все здесь находятся. Как же, все-таки, рад, что машина поменяется, все-таки на Шеврлете здесь было бы, вот уже пошел опять-таки частный сектор, это Чимбурка, я думаю, не верхняя джимбурка, но если кто знает точно, тоже пишите. Мы тем временем двигаемся дальше. На самом деле, куча дорог и вот такое, да, то есть, вы привыкли видеть Анапу такую причесанную, красивую, классную, но не везде она такая. Есть совершенно другие, так сказать, места, которые просто поражают моментами воображения. Это Анапа? Если бы, наверное, море не показало, мне сказали, да, заехал куда-то непонятно, врешь, но нет, тут так же живут люди, бьют молотком по кузовому вагону, не знаю, что хотят этим добиться, но бьют усиленно. Я думаю, это в машине было слышно. Так, мы еще еще продолжаем движение, то есть, дорога, вот опять, она вроде более-менее нормальная пошла. И сюда, по-моему, нет-нет, маршрутки должны ходить, насколько я помню, но не уверен на 100%, не буду поэтому обраться, вдали отжжен называется, облицовка, прям на заборе написано, здесь тоже облицовочный камень пилят дагестанский, дагестанский камень пилят тут в Анапе, нормально. спецстрой. Вот это уже такое более, да, понятное название. То есть, вы должны понимать, что, ну, это промзона Анапы. То есть, допустим, раньше у них была возможность, не выезжая на трассу, поехать сразу туда, тот же самый «Утр красный», а сейчас, сами увидели, что придется только через Анапу, потому что там взяли и перегородили дорогу. здесь вот с левой стороны тоже блоки, тоже бетон, туда дальше, в чембурку вправо поехать, там вот, которые все не очень любят заводы асфальтовые, которые ночью, говорят, очень сильно тут сидят. Вот, кстати, вот здесь видим, что сразу тоже асфальтовый, тоже что-то делают, такое вмешают, щебенки, куча-куча всего. Ну и здесь находится у нас тырла, так называемая, на котором стоят грузовая техника, вот она будет, что теперь здесь слева, и всякие разные, тоже промышленные производства, сколько машин, автобаза, такие тоже вещи, вот, кислород заправить можно, раньше, на другую кислород выездываете, теперь здесь есть, вот она по бетону, все абсолютно промышленные, здесь мы выезжаем, а вот он, въезд в Воскресенске, значит, все-таки можно сказать, что там была тоже верхняя Джимате, и пошел уже в Воскресенске, здесь все красиво, симпатично, если бы не все это производство, с правой стороны тут обрезная доска и так далее, и тому подобное, тоже имеется, на этом, я думаю, стоит уже закончить этот видеосюжет, получился он длинным, надеюсь, интересным, немного есть такой вот, как бы, хайповой проблематики, жду вас комментариев, ребят, пишите, что вы думаете по этому поводу, как такое происходит, стабад, дорогу перекрыли в таком районе, так, всем пока-пока, с вами был Юрий Озаровский, хотелось бы, конечно, показать, что все классно и круто, но все как есть, по факту, хоть солнышко под конец видео выходит, и это очень сильно радует, какого-то осталось, Продолжение следует...